Как познакомиться с миллионерами? Попасть в окружение очень успешных и богатых людей. Каким нужно быть, чтобы с ними дружить? В целом, как расти за счет окружения? Поговорим в этом ролике, как же попасть в успешное окружение и создать его вокруг себя. Меня зовут Анна Салова, я коуч, помогаю экспертам, предпринимателям системно расти в доходе во всех сферах жизни за счет проработки мышления и за счет понимания своих истинных целей и ценностей. Подписывайтесь на канал, здесь много полезных роликов про мышление, про рост, про большие цели и можете сразу поставить палец вверх этому видео, я уверена, что будет полезно и интересно. Итак, во многом буду опираться на свой личный опыт, потому что вспоминаю себя 4 года назад и действительно, наверное, окружение было моим самым главным стимулом и я это даже очень тесно связывала с целью в доходе. Когда я мечтала заработать свой первый миллион, у меня картинка визуализации была именно про окружение, да, то есть я думала, вот заработаю миллион, наверное, я уже буду там общаться с миллионерами, у меня будут очень успешные люди в окружении. Тогда это было не так, да, и, ну, на самом деле могу сказать, что так и случилось, и, да, действительно сейчас в моем окружении много успешных людей, много людей, кто зарабатывает больше миллиона рублей в месяц, да, много предпринимателей, и даже среди моих клиентов, да, много таких людей, и я сама вырастила 9 миллионеров. Но, действительно, в ролике хочу поговорить о том, насколько это адекватно ставит цели по доходу в плане окружения, да, потому что в моем случае это получилось более нативно, да, и в целом, думаю, не секрет, да, что наше окружение всегда отражает нас, и, естественно, если я там развиваю свой блог, развиваю свой бизнес, это естественно, что вокруг меня будут такие же люди. Факт в том, что с окружением расти действительно гораздо проще, если говорить про доход, если говорить про какой-то уровень жизни, то вы можете посмотреть, как живут, да, чем живут ваши друзья, сколько они зарабатывают, и, скорее всего, вы будете средние от их значений. Поэтому понятно, почему у многих есть такая цель, такое желание, такая мечта, да, попасть в успешное окружение, богатое окружение, окружение миллионеров, и вот хочу поделиться всеми секретами, как это сделать. Естественно, я думаю, что вы уже понимаете, что я больше за подход стать таким человеком. Там вам ключевые три совета, которые помогли мне и привели меня к тому, что я не просто попала в такое окружение, а действительно и создала его вокруг себя, да, и действительно пришла ко всем целям, которые я себе ставила. Итак, мой первый здесь важный тезис, да, и первое, с чего я хочу начать, первый такой совет, это действительно оцифровать вашу цель в плане окружения, да, то есть понятно, что у нас какие-то цели могут быть там по доходу и так далее, и, скорее всего, зачем-то вы хотите это окружение, и, в общем, вам важно понять, зачем, да, и понять, что эта цель именно ваша, не навязанная. В своё время, например, я сталкивалась с тем, что мне в целом казалось, что там все ходят на нетворкинги, мне это почему-то там не нравится, не откликается, но казалось, что как будто надо это делать, да, как будто у меня должно быть какое-то большое окружение. Когда я, опять же, работала с коучем, да, и попыталась оцифровать, какое действительно я хочу окружение, я поняла, что я в целом больше интроверт, да, и мне в целом не откликается там каждый день видеться с разными людьми, да, или иметь там, не знаю, близкое окружение и ста человек, то есть я это в жизни своей не представляю. Поэтому здесь важно слышать себя, да, не действовать по каким-то навязанным вам целям, шаблонам, да, и понять, что для вас действительно то окружение, какое вы хотите, да, то есть к чему вы хотите прийти, какая ваша точка B в плане окружения. Можно даже разбить на несколько таких подцелей, да, и прописать, например, пять ключевых целей. Например, когда это делала я, да, для себя я оцифровала, что я в целом не хочу ходить на нетворкинге, да, и у меня нет такой цели, но у меня есть цель, там, научиться, знакомиться с людьми, да, и чувствовать себя комфортно, когда я знакомлюсь с новыми людьми, да. Вот это одна из моих целей была, которая была связана с окружением. И там, да, действительно, пару раз я сходила на нетворкинге, потому что это как раз возможность проявиться, да, и действительно прокачать в себе этот навык. Но постоянно я это не делала, потому что поняла, что это не моё, да, и мне не откликается постоянно ходить на какие-то большие мероприятия, ознакомиться с огромным количеством новых людей. Дальше, естественно, можно прописать более конкретно, да, например, хочу, чтобы в моём окружении там было три человека, да, которые зарабатывают там от миллиона в месяц. Это тоже понятная такая оцифрованная цель, да. И здесь важно понять, опять же, насколько вам это важно в близком окружении, потому что по себе скажу, да, несмотря на то, что я уже много лет там развиваю свои бизнесы, свои проекты, да, проявляю в соцсетях, у меня есть несколько близких там подруг, да, с которыми мы вместе там уже 5-10 лет, 15 лет, да, со школы, и для меня абсолютно не ключевое там, чтобы они были миллионерами, да, то есть это люди самые обычные, кто-то работает в найме, кто-то занимается своей деятельностью, то есть я абсолютно не считаю, что люди там тормозят нас в развитии, да, и что абсолютно каждый там в нашем окружении должен там быть миллионером, да, или как-то нам соответствовать. Это абсолютно не так, то есть человеческие отношения, они про большие, да, и здесь, опять же, такая ловушка, да, что многие хотят использовать окружение как какое-то, не знаю, бесплатное наставничество, да, то есть там зачем мне там работать над собой, если я сейчас пойду там познакомлюсь с миллионером, он мне что-то подскажет и как-то посоветует. И вот это важно фильтровать, потому что, естественно, никто не хочет в своём окружении такого человека, который забирающий, который хочет как-то использовать, который хочет за счёт него, да, просто заработать деньги, да, и выйти на какой-то новый уровень. То есть мы строим экологичные отношения, это как раз про второй совет, то есть вы уже прописали там, что вы хотите, у вас может оказаться, что вы поймёте, что в целом там вам, у вас достаточно там близких друзей, например, и вам не так важно, что у вас там миллионер, ваш близкий друг, да, то есть это может быть на уровне знакомств, там, хочу в целом, не знаю, пять новых знакомств там с людьми, которые зарывают миллион, да, или хочу там попасть в какой-то контекст, да, это может быть какое-то обучение, да, какой-то мастер-майнд, который вы можете сами создать, где будут эти люди, да, и вы будете там поддерживать друг друга и расти вместе. В общем, в первом пункте у вас должно получиться несколько целей, связанных с окружением, и во втором пункте мы как раз переходим к тому, что мы оцифровываем, какими должны быть вы. Естественно, любой цели нужно соответствовать, да, то есть человек, у которого там, не знаю, пять близких друзей-миллионеров, это явно не человек забирающий, да, это не обязательно про деньги, это не значит, что люди-миллионеры дружат только с миллионерами, это в целом про человеческие отношения, про то, чтобы не использовать человека, да, а видеть в нём человека, да, в первую очередь, его человеческие качества, то есть вы можете вообще сойтись не на теме заработка, да, может, не знаю, вы там любите играть в теннис, и человек тоже любит играть в теннис, вы можете играть в теннис, и это будет полезно, круто для всех. То есть здесь как раз подумайте, да, что у вас есть, да, какие у вас есть ценности, какой вы человек, что вам интересно, да, и на чём вы можете сойтись с этими людьми. То есть, да, это могут быть какие-то хобби, это могут быть какие-то обучения, и поймите, что вы можете предложить, да, это не про какие-то денежные отношения, да, там, брать-давать, но это, естественно, про то, чтобы быть вкладом в людей и не просто забирать, да, не просто там завести друга-миллионера там для галочки, да, это даже звучит как там завести собаку. Поэтому вы должны действительно быть на равных, и если не в доходе, то в целом в отношениях, да, в чём-то другом, в каком-то хобби, в каких-то интересах. То есть важно проявляться экологично в сторону этих людей. Как раз третий совет, который я могу вам дать, это создать такой контекст вокруг себя, да. Здесь же вы можете подумать, да, куда ходят такие люди, чем они занимаются, как вы можете познакомиться. В моём случае это часто были обучения, да, я много заходила на высокочеловековые обучения, где как раз собирались такие люди, да, которые растут, развиваются, которые уже кто-то был там на шаг на два впереди меня, было интересно с ним общаться, но тоже таким большим катализатором и моего роста, и роста моего окружения стало моё, на самом деле, искреннее проявление. Я собрала свой мастер-майнд из девушек, которые были плюс-минус на одном уровне дохода, когда я ещё не зарабатывала миллион, но у каждой была цель, да, вырасти в доходе, как раз-таки попасть в такое поддерживающее ресурсное окружение. И я вам скажу, что больше года просуществовал этот мастер-майнд, и за этот год мы действительно, практически каждая пробила планку в миллион. Более того, там были девушки, которые покупали там и квартиры, и машины, и тогда я действительно поняла вот это, прочувствовала силу поддерживающего окружения, потому что мы не были просто про работу, да, или просто про деньги, это не было так, что там кто-то один наставляет другого, да, там обучает. Это было про как раз такое ресурсное комьюнити, да, где все друг другу открыты, все друг друга поддерживают, и действительно именно так получается расти гораздо быстрее, проще, эффективнее. Это я тоже замечаю в своей групповой работе, да, у нас всегда все так притягиваются по ценностям, по целям, и всегда получается гораздо ресурснее приходить к этим целям, когда там девушки друг друга поддерживают. Поэтому подумайте, можете ли вы прямо сейчас собрать такой мастер-майнд, кого бы вы там хотели видеть, да, и не цепляйтесь за какую-то цифру, да, абсолютно не значит, что если человек зарабатывает миллион, то он уже там какой-то суперосознанный, он там отдающий, он может вам помочь, да. И гораздо важнее окружить себя действительно поддерживающими людьми, которые будут иметь схожие с вами интересы, цели, ценности, да, и вместе у вас получится быстрее прийти к своим целям. Если вы хотите сделать это еще эффективнее, да, с поддержкой коуча, то я, естественно, приглашаю вас в личную работу, и сейчас есть возможность попасть ко мне на безоплатную установочную сессию. Вы можете записаться по ссылке под этим видео в анкету предзаписи, и я приглашу вас на первую сессию, где мы с вами определим ваши цели, да, где мы с вами определим план работы, вы уже сможете прочувствовать по себе, что такое коучинг, как он помогает расти быстрее, экологичнее, проще. Если вам откликнется, я буду рада с вами поработать в более таком долгом формате. У меня есть как групповой формат, так и личный. Как раз в группе тоже девушки знакомятся друг с другом, находят комьюнити, окружение и растут еще быстрее. Благодарю вас, что посмотрели это видео, надеюсь, было полезно, и желаю всем расти в поддерживающем окружении и создавать его самостоятельно. И самое главное, наверное, что еще вам посоветую, это стать отдающим человеком. Вот действительно самый такой переломный момент, который случился в моей жизни, а не окружение, да, он случился тогда, когда я перестала забирать, да, и думать, как я могу получить за счет других, и действительно стала отдавать. То есть делиться, советовать, помогать. Это не значит делать все бесплатно, да, и как-то всех подряд обучать без оплаты. Нет, это именно про такие дружеские, партнерские отношения, да, то есть в целом думать о других, заботиться о других, вкладываться в других. И когда вы это делаете, даже в мелочах люди это чувствуют, да, и наоборот, когда вы идете из позиции забирающей, да, там, хочу познакомиться с миллионером, чтобы он мне там подсказал, посоветовал что-то еще, ну, действительно лучше, проще заплатить за обучение, попасть там в поле человека, который уже зарабатывает миллион, да, вы вырастите гораздо проще и быстрее, чем когда вы хотите бесплатно что-то получить, забрать в человека. Ставьте вкладом в людей, и ваше окружение обязательно вырастет, да, и в нем появится еще больше осознанных, классных, реализованных людей. Благодарю вас за просмотр этого видео, ставьте палец вверх, если было полезно, и увидимся с вами в следующих видео на этом канале.